Христос воскресе! Сколько в этих словах сокрытой радости, невольно чувствуешь, что для большинства твоих братьев и сестер во Христе только осталось одно утешение в суете нынешних земных дней – это Пасха Христова. Дни Светлые Седьмидцы – время частого посещения храма, время общения с ближними, дабы разделить радость воскресения Иисуса Христа. Без этого чуда не было бы ничего – ни нашего спасения, ни вечной жизни, ни самой христианской веры. Именно восстание Сына Божьего из мертвых является основой того, что дарует нам надежду унаследовать Царство Небесное. Однако воскрешение Христа – не единственный факт воскрешения в Евангельском Писании. Мы знаем о Лазаре, который воскрес после четырех дней пребывания в могильной пещере. Знаем пример воскресшей дочери Иаира, свидетельствует Евангелие и о восстании из гробов многих после распятия Христа. Гроб – Господень. Как он выглядел, когда один благочестивый и небедный израильтянин Иосиф Аримофейский получил от Пилата разрешение снять тело с креста и похоронить его в пещере? Об этом расскажет гид паломнической службы Радониш Анна Мусан Леви. На дороге в Святой Земле снова встретились гид паломнической службы Радониш Анна Мусан Леви и корреспондент телеканала «Союз» Светлана Ладина в программе «Паломники онлайн». Помните, мы с вами совсем недавно пели «Мироносица жены» утру глубоку, представшей гробу Жизнодавца, обретоша ангела на камени сидящая. Вот так выглядел такой камень. Мы с вами стоим у гробницы времен Господа Христа. Мы не знаем, чей это гроб, но можем на нем отлично изучить, как хоронили древние иудеи. И так хоронили в пещерных гробах. Камень известняк, он достаточно мягкий. Иногда использовали природные пещеры, иногда природные пещеры обрабатывали внутри. И получалось вот такое помещение. Потом любопытные обязательно туда сходят посмотреть. И там вы увидите много отверстий для тел. То есть обычно гробницы, конечно, делали семейными усыпальницы. Прежде чем покойника занести в гроб, его клали на камень помазания. Вот посмотрите, видите вот эти камни? То есть еще раз подтверждают, что это было захоронение не для одного человека. Здесь даже камень не один. И вот на такой камень клали тело усопшего. Приглашались плакальщицы. Но это взяли, конечно, от язычников, от греков древних, которые выражали горе, создавали вот эту атмосферу необходимую. И тело помазывали специальным составом смесь смирный и алоэ. Липкий состав, к которому потом фактически приклеивались пелены. Пелены – это широкий такой бинт, как бы ткань, который как бы пеленали, скручивали туго тело. Ведь хоронили это без гробов. И чтобы тело имело аккуратный вид, его туго спеленовали, забинтовали этой лентой. И дальше покрывали саваном. И, собственно говоря, вот так несли на руках в гроб. После этого клали в одно из отверстий свободное. После этого мужчины, конечно, при помощи рычага закатывали вот этот камень, заваливали его, закрывали вход в гроб, как дверь такая. Почему не замуровывали наглухо? Почему нужно было иметь возможность отвалить камень? Потому что в нашем климате кости высыхают. То есть у нас не гниет тело, а оно и ссыхает. Очень жарко и сухо у нас. И вот примерно через три года, предположим, отваливали камень. Сухие косточки промывали, складывали в отдельные кувшины, ставили их в уголочек, и можно хоронить следующего. Вот отсюда вообще у русских людей выражение «перемывать кости». Да, вот это от древнего погребального обряда, можно сказать. И вот жены мироносицы как раз таки не успели, как положено, оплакать Господа, и как положено достаточно ароматами тело его помазать. Они как бы первую часть обряда совершили, наскоро его покрыли саваном и положили. И они пришли, чтобы закончить все как положено. Еще ароматы, еще слезы. Поаккуратнее, может быть, спеленать тело, положить его более красиво. И они приходят. Представьте, вот так отваленный камень. Ангел сидит и говорит, что ищете живого с мертвыми? Он воскрес. То есть вот так это выглядело. Сейчас, когда мы придем в храм гроба Господня, будет по-другому. Будет большой храм, часовня, в часовню входишь, там лампады, там мраморные ложи, не такое вот естественное, а мрамором. И кажется, как это гроб Господень? Что какая-то усыпальница, как там на Новодевичьем кладбище? Нет. Это уже построили в IV веке. Часовней покрыли природную пещеру. То есть вокруг все вырубили, и пещеру покрыли часовней. А вокруг храм. Вот что такое гроб Господень. А изначально вот так он выглядел. Когда жены мироносицы пришли рано утром ко гробу Господню, солнце еще не взошло. И было темно и снаружи, и внутри гроба. Мы снимаем сейчас в дневное время, но все равно внутри этой пещеры практически полная темнота. Мироносицы, не помня себя от радости, побежали к апостолам. И Петр и Иоанн тут же побежали ко гробу. Иоанн был младше, бежал быстрее Петра, не вошел во гроб, ожидая Петра, но увидел во гробе лежащие пелены, да еще и плат, который был свернут и лежал на особом месте. Как же это было возможно? Вот сейчас мы включим свет. Видите? Это всего лишь мой шарфик, который скромно изображает пелены Господа. Уж простите нас, но очень хотелось показать вам, как же увидели Иоанн и Петр пелены в полной темноте. Гроб Господень был наполнен божественным светом, святым светом, который теперь мы называем с вами благодатным огнем. Это та самая энергия благодати божественной, которая сходит в Великую Субботу и принимает форму огня. Христос воскресе измерти, Смертью смерть под прав, Исущего на беджи Бог дарова. Христос воскресе измерти, Смертью смерть под прав, Исущего на беджи Бог дарова. Христос воскресе измерти, Смертью смерть под прав, Исущего на беджи Бог дарова. Исущего на беджи Богдана. Шакуров. Господь, упрекая царедворца царя Ирода Антипу и других жителей Капернаума в неверии, замечает, вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Веру, основанную на созерцании чудес, Господь ставил ниже веры, основанной на понимании его божественного учения. Ведь для поддержания именно такой внешней веры требуются все новые и новые чудеса, так как прежние становятся привычными и перестают вызывать трепет, перестают удивлять. Почти всем известно, что в праздник преображения Господня на фавор опускается облако, а на крещение Иордан меняет направление своего течения после погружения в него креста. А рядом с этими чудесами спокойно и равнодушно проходят тысячи людей, не замечая и не придавая значения этим явлениям, или ища для них научное объяснение. И невольно думая, что главное в чуде – это готовность его воспринять. По вере вашей да будет вам. В минувшую Великую Субботу, 27 апреля, в Иерусалимском храме Воскресения Христова состоялось летание, в переводе с греческого – молитвенный призыв благодатного огня. И вновь в этом году благодатный огонь сошел на гроб Господень. Но было так не всегда. Продолжит гид паломнической службы «Радонеж» Рафаэл Мусан Леви. Песня «Радонеж» Рафаэл Мусан Леви. На Страстной Суббота бывает благодатный огонь. Однако были случаи, когда из-за соперничества, из-за каких-то грехов, из-за каких-то амбиций платили турок, чтобы они не пустили наших священнослужителей. Было такое. И тогда патриарх должен был молиться здесь, на улице. Но, тем не менее, несмотря на то, что он молился не там, где полагается, на улице прямо, не у Кувукли, вот вышла вот как молния вспышка огня, и вот осталась вот эта трещина. Дело в том, что благодатный огонь – это не обязательно связано с Кувукли. Есть случаи людей, которые увидели вот это вот, такого описывают фиолетовый такой, синий фиолетовый такой цвет, они его видят иногда даже у себя в гостиницах в Иерусалиме. Не обязательно в храме. То есть это как некая энергия, которая вот идет повсюду, да? Вот. И несмотря на то, что принимает патриарх, иногда бывает самосожжение у людей, как бы у детей. Вот. Это… Некоторые рассказывают такую историю, вот, про одного отрока русского, который стоял тоже со свечами, и у него вот действительно вот чудо вот было, вот огонь как бы у него возникал. И он сразу потушил. Вот сказал, вот патриарх еще не получил. Нехорошо. Так что вот бывают такие тоже вот истории. Вот такое вот послушание вот у мальчика, да, вот как бы вот чудо, но я недостоин, как бы, вот патриарх еще не получил, значит, я потущу, как бы. Что он мог уже всем раздавать, как бы, да? Вот. Уважаемые зрители, в прямом эфире была программа «Четверть часа». Хочется завершить программу призывом «Верьте в чудеса», главной из которых Евангелие, что говорит нам «Христос воскрес». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова